Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Олег Бурханов решил на время расстаться с Алисой Огородовой. Он пишет, «Порой мне непонятны её поступки и поведение. Также я чувствую симпатию к Юле Тепловой и пока не знаю, что будет. Но на данный момент я сказала Алисе, что нам надо взять паузу. Время расставит всё на свои места». Алиса, конечно же, расстроена. Она не знает, есть ли смысл во всём этом, нужно ли бороться и идти дальше. «Ваня Барзиков откладывает свадьбу с Ирой Пинчук. С кем мне быть, не знаю», – пишет Барзиков. «Запутался совсем». А Марина Мексика считает, что Ване больше всего подходит Элен Каминская. «Моя самка Элен, по-моему, идеальная девушка для Ванька. Как считаете?» В городских квартирах состоялось очередное ток-шоу, посвящённое «Острову любви». На съёмках были гости Настя Лисова и Антон Бикушев, редактор журнала «Дом-2». Катя Кауфман возвращается с Сейшел в Москву к Илье Ябарову. Ябаров радуется, он даже устроил для Кати виртуальный романтик. Саша Вейс пишет. «Сегодня я, Чуев и Ябаров вместе готовили романтик для возлюбленной Кауфман, которая находится на Сейшелах. Но что-то пошло не так. Кате не понравилась песня, которую мы сочинили, и она всё это свела на шутку ниже Плинтуса, что типа Япа опять намекает на волшебство и только». Артур Раднер рассказал, что он чувствует к Лизе Кордобовской. «Лиза плачет там на острове, я не знаю, что происходит в её голове на самом деле. До конца я ей, наверное, не верю, но стараюсь. Уехал я потому, что это место не моё. Я думал, что буду жить своей жизнью, и меня будут снимать, и всё. А получилось, что там какие-то подставы придумывают ещё какую-то фигню. Там не сценарий, но всё равно подталкивают на какие-то моменты. 90% людей там лицемеры». Также Артур ездил в гости к бывшим участницам острова любви, сёстрам Качкаровым. Саша Гозиас срочно улетела домой, и в сети ходят слухи, что она поругалась и даже подралась с Костей Ивановым. Гозиас написала опровержение. «Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я улетела по срочным семейным обстоятельствам». Костя остался на поляне, так как мы только приехали с отдыха, и плюс у нас питомец. «Я уехала не отдыхать». С Костенькой никто не расстался, никто не поругался, никто меня не побил. Тата Абрамсон поделилась с подписчиком своим самочувствием. «Как вы помните, девушка беременна. Меня тошнит, голова болит. Не хочу, чтобы мне так плохо было. Одно радует, Валера для меня очень старается. Сейчас мы выбираем с ним имя для будущего ребёнка». Марина Мексика поддержала Глеба Жемчукова, который со дня на день вылетает на Сейшелы к Лизе Полыгаловой. «Я хорошо общаюсь с Клубничкой. Мы много говорили на эту тему. И я поняла, что он нереально влюблён в Лизу. Я ему верю. У ребят всё получится. Оля Ветер – его прошлое. И оглядываясь назад, мы лишаем себя будущего. Именно за этим Глеб летит на Сейшелы за будущим». Ну а Ольга Ветер готовится к разводу. На просьбу подписчиков прокомментировать свои отношения с Глебом, Ольга ответила, что развод в процессе. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.